Более 43 миллиардов рублей сельхозпродукции на такую сумму произвели в регионе в минувшем году. 2018-й принес семенцам и другие позитивные результаты. О них знает Инна Михайловская. Она уже много лет в своих репортажах рассказывает о нелегком труде наших аграриев. Инна, добрый вечер. Ну, расскажи, какие отрасли по итогу минувшего года можно выделить в первую очередь. Аня, добрый вечер. Предлагаю начать все-таки с молочной истории. В 2018-м на одном из самых современных комплексов страны, тюменских молочных фермах, все больше и больше стали получать сырья. Более 100 тонн в сутки. Ну, а предприятие работает всего-то год с небольшим. Оборудование доильного зала типа карусель на 72 места. Нескончаемый поток и животных, и молока. Блок работает круглосуточно с тремя перерывами на мойку. Молоко с каруселя поступает в емкость. Емкость рассчитана на 800 килограмм. Здесь стоит поплавочная система. То есть емкость набралась, включился насос, идет откачка, опустилась до уровня нижнего поплавочек. Насос отключается. Тюменские молочные фермы намерены стать племенным репродуктором. То есть помимо сырья можно реализовывать еще и телят от высокопродуктивных животных. О получении нового статуса они заявили в конце 2018 года. Рыба, перерабатывающие предприятия области, тоже не стоят на месте. На Казанском заводе готовятся к выпуску новой продукции – рыбы сушеной. У других производителей такой рыбы очень мало. И именно мы планируем занять эту нишу все-таки в нашей области. Сушильное оборудование – это инвестиционный проект. Стоимостью 25 миллионов рублей его предприятие закупило на собственные средства. За раз смогут загружать до трех тонн рыбы. Это объем небольшого грузовика. Акцент на местную пеледь, карася и щуку. Технология сушки приближена к домашней. Данная продукция будет сушиться в специальной комнате и сушиться непосредственно за счет больших потоков воздуха. У наших ученых-селекционеров в 2018 были свои победы. В топ-10 российского рейтинга сортов вошли три тюменских культуры. Это горох ямальский, а также пшеница икар и овес талисман. Последние два сорта выведены учеными НИИ Северного Зауралья. Владимир Новохатин – автор пшеницы икар, которую знают и сеют аграрии не только Тюменской области. В родословное йово входит 59 сортов. Из них 23 сорта озимые. Он охватывает все ветви селекционной направленной работы. Отрада и Фома – новые сорта овса, которые уже завоевывают сельхозрынок. Со временем, возможно, и они смогут попасть в топ-10 российского рейтинга сортов. По ячменям это очень часто нас, очень долго мы, вернее, не могли создать сорт, который был бы конкурентен сорту Ачи. Считаю, что мы такой сорт создали. Это сорт наш ячменя Абалак. В 2018-м в Тюменском районе прошел первый яйцефест. Он продолжил добрую традицию. Судите сами, молочный фестиваль был мясной. Тоже настало время яичного. В муниципалитете расположены три крупных птицфабрики области. На этом празднике они были не конкурентами, а партнерами. Все вместе предприятия ежедневно производят более 3,5 миллионов штук яиц. Уверены, это самый полезный продукт в мире. Там более 200 компонентов. И они находятся в совершенно уникальной комбинации, в совершенно уникальном сбалансированном состоянии. В наступившем году ждем новых открытий и ярких событий. Но, как известно, без финансовой поддержки сельхозпредприятия едва ли смогут развиваться. И вот одна из последних новостей от Минсельхоза. В 2019 году ключевые направления господдержки коснутся, в том числе, строительства и модернизации хранилищ, селекционных центров в растеневодстве, овцеводческих комплексах мясного направления. Будем ждать условий и конкретных цифр. Анна. Ну что ж, спасибо. Инна Михайловская была на связи со студией. Мы говорили о том, каким стал минувший 2018 год для работников сельского хозяйства региона.